Друзья, экстренный выпуск, едем на пункт выдачи в Wildberries забирать просроченную продукцию. Объясняю. Полтора года назад, полтора года назад, мы продавали всякие разные чипсы собственного производства, там были манго сушеный, киви, ананас и всякое такое. В том числе была такая продукция куриные джерки, если не знаете, что это такое, это офигенная штука к пиву, это куриные куски куриного мяса, обваленные в специях и сушеные. То есть они срок хранения большой, но тем не менее. Это было в апреле 21 года, на минуточку сейчас у нас сентябрь 22, то есть прошло больше года, почти полтора года. Так вот, когда мы поставляли эту продукцию на склады Wildberries, одна из партий была утеряна. Тогда это вообще была почти каждая поставка, терялась какая-то часть, либо вообще вся поставка, то есть это было, в общем, обычное дело. Так вот, одна из этих партий потерялась 60 штук, 60 пачек куриных джерок. Я вообще забыл про эту историю, понятное дело, как много партий у меня товара были потеряны, и мы просто забыли про нее. Так вот, каково было мое удивление, когда я увидел, что на продаже в моем кабинете появились эти куриные джерки. То есть они нашли эту поставку, это, кстати, доказательство вам того, что я вам все время говорю во всех роликах, что Wildberries, они не воруют товары, просто многие начинают орать, кричать, там, воруют, конечно, воруют, они на нас зарабатывают. Нет, никто не ворует, это просто безалаберность, это просто тот факт, что огромное количество поток клиентов и так далее. В общем, они их просто теряют, но они где-то находятся, то есть ваша поставка, где эта коробка физически лежит. И просто может случиться такое, до сегодняшнего дня мой рекорд был 6 месяцев, то есть поставка была найдена спустя 6 месяцев. Так вот, теперь полтора года. Спустя полтора года кто-то открыл коробку, типа, а что это такое, дай-ка я пикну, пик, пик, и все это дело пошло в продажу. То есть было оприходовано и поступило в продажу. Я сразу бью панику, даю команду менеджеру, пишу в техподдержку, прошло полтора года, эти куриные джерки по-любому просроченные. И нам нужно обратиться в техподдержку, потому что здесь есть два путя. Первое, я могу заказать вывоз самостоятельно с пункта выдачи, но за это я заплачу. То есть я заплачу за доставку каждого товара на пункт выдачи, их на минуточку 60. Получается, я потерял себестоимость товара, я уже не помню сколько там, пусть будет 200 рублей себестоимость каждого товара в производстве. Поставка, упаковка, там все мы отвезли это на Вайлдберрис и просто выкинули деньги. Теперь я должен помимо всего этого заплатить за доставку товаров обратно. Еще я должен доплатить, соответственно, я не хочу этого делать. Я написал в техническую поддержку, что вот такая ситуация, как бы сделайте что-нибудь. Как вы думаете, что они ответили? Ничего они не ответили, как они делают, собственно, всегда. Я потянул еще неделю, уже не помню сколько времени, просто пусть будет неделя. Попросил менеджера новое сообщение поставить, новое обращение создать. Тоже, в общем, никого не ответа, не привета. И прилетает отзыв. Вот такой отзыв, сейчас я вам его выведу на экран. Логично, что произошло, человек купил куриные джерки и что-то нахрен не отравился. Кого он будет во всем этом деле винить? Конечно же, поставщика. Понятно, что он даже не знает, какую процедуру и так далее. Все, он накатал огромный отзыв. И у меня вообще здесь теперь вопрос, если вдруг смотрят юристы, поделитесь мнением или вообще просто, что вы думаете. Кто был бы виновен в этой ситуации, если бы, давайте представим гипотетически, не дай бог, человек отравился. Или, не дай бог, умер бы вообще. Кто виноват в этой ситуации? То есть я бы смог доказать, что я вообще ни в чем не виновен и так далее. Это первый вопрос. Если знаешь на него ответ, пожалуйста, в комментариях жду. И, собственно, когда накатали этот отзыв, я уже не стал дальше рисковать, не стал карму свою портить, хотя я не виноват. Но, в общем, я заказал вывоз на пункт выдачи и хочу поделиться с вами тем, что пришло. Поэтому поехали вместе со мной на пункт выдачи. Так, собственно, мы приехали, мы на месте, Wildberries, вот он, Wildberries, вот наш оператор. Мы идем забирать наш возврат поставщику. Здрасте. Здрасте. У нас возврат поставщику. Там у вас, наверное, воняет уже эта еда. Так, собственно, у нас вот такие вот куриные джерки. Так, сейчас посмотрим, в каком это виде все пришло. Так, вот наши куриные, наши куриные джерки идут. Капец просто, просто капец. Так, значит, мы клеили этикетки. Здесь были этикетки с датой производства, их нету на самом пакете. Ну, в общем-то, куриные джерки. По запаху не скажу. Целый мешок, их тут должно быть 60 штук. Вроде как. А, 58? А еще не все вроде пришли или все. Так, ну, собственно, забираем. Вот такая вот история. Ну, вот они просто уже сгнили, нахрен. Просто гнил ее. Так, друзья, ну, нам повезло. Мусорка рядом. Я думаю, что смысла это даже в офис вести никакого нету. Сразу идет в утиль. Сейчас раскрою, покажу, расскажу о впечатлениях. Так, ну, собственно, берем. Повторяю. Это мы упаковывали где-то полтора года назад. Так, открываем пачечку. Крафтовые пакеты. Я все помню, это закупал, ездил. Я боюсь даже нюхать это. Ну, пахнет, в принципе, нормально. Пахнет специями. Поэтому, ну, выглядит омерзительно. То есть, это было уже намного красивее, намного вкуснее. Поэтому, выкидываем. Я думаю, оставить это в коробке, да? Да. Собакам, не собакам. Навряд ли кому-то. Все это специи сплошные. Даже потом, это уже обновленная пачка. Мы уже делали наклеечки красивые тут все дела. О, дата производства. Дата производства 27 апреля 2021 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова